Саламастер Макрумед, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел бы посвятить эфир тем действиям, которым необходимо предпримить нам всем, гражданам Казахстана. Мы все понимаем, что сейчас страна стоит на пороге серьезных вызовов и развития коронавируса, которые власть активно скрывала и мы понимаем, что огромное количество людей переболело еще в начале года и, безусловно, коронавирус внутри нашей страны. И когда власть говорит, что якобы коронавирус пришел из Германии, привели два примера, которые затем разрослись, это, конечно, ложь. Мы все должны понимать, что когда руководство страны лжет, когда корабль под названием Казахстан управляется неадекватными людьми, когда перед вами шторм, когда перед страной рифы, и эти рулевые лгут, говорят, что тишь да благодать, что все хорошо, вы понимаете, добру это не приведет. Поэтому я в своих выступлениях рассказываю ситуацию на мировых рынках, чтобы вы понимали, какие последствия следует ожидать нам в экономике. Я сегодня рассказываю о том, как мир борется с коронавирусом, какие инвестиции осуществляет то или иное ведущее правительство мира. Мы должны понимать, что если ведущие страны мира действуют так энергично, а наше руководство страны просто замазывает правду, то мы все должны осознавать, что это, по сути дела, приведет к глобальной катастрофе. Именно поэтому, чтобы этого не произошло, спасение утопающих, дело самих утопающих, я говорю все время о том, что мы сами должны действовать, сами принимать решения, сами оказывать давление на существующее правительство, и в итоге сами, в конце концов, должны их отстранить от власти. Только тогда мы будем уверены, что благополучно выплывем из этой сложнейшей ситуации, которой не было как минимум 100 лет в мире, не просто в Казахстане, в мире. Уважаемые друзья, сегодня я услышал выступление министра Абаева, министра информации, который решением Назарбаева, ну якобы Такаева, ну понятно, что Назарбаева, определен, что именно он спикер, он рассказывает о тех действиях, которые осуществляет это правительство, и он является голосом на данный момент Назарбаева и, собственно, и Такаева. Ну, как видите, что сам Такаев уже не способен внятно что-то говорить, он только появляется и с такими стеклянными глазами зачитывает свои написанные речи, и ему очень сложно быть публичным, потому что он не политик, потому что он не знает, что говорит, он даже не министр иностранных дел, чтобы ни у кого не было иллюзии, он вообще ничего не умеет, он даже не говорящая голова. Вы все знаете, что очень скоро, в конце концов, Такаев будет отстранен от власти, но сначала на него повесят масса проблем, и девальвации национальной валюты, и какие-то другие социальные взрывы, они все будут списаны на Такаеве, это произойдет через какое-то время, и сейчас сам Назарбаев не знает какое время, но они хотели бы это сделать как можно раньше, и просто ищут удобный момент, вот когда можно повесить все эти грехи, когда его списать, чтобы завтра пришла к власти Дорига, и они хотят это сделать таким образом, чтобы завтра Дорига была у власти и могла списать кучу проблем, сказать, ну передо мной был Такаев, вот извините, он не справился, вот я сейчас приду и все сделаю, и вот такой момент они собственно ищут, и это все безусловно будет связано с мировыми событиями, которые происходят сейчас, и с точки зрения цен на нефть, и с развитием коронавируса, и на настроение наших граждан, как они будут реагировать, то есть очень много разных факторов, собственно они должны так сложиться, чтобы Назарбаев сказал, все Дорига, вперед, теперь у нас других шансов нет, ты будешь у власти, я тебе буду помогать, буду за твоей спиной стоять, за ниточки дергать, давай-давай, вот собственно, вот такое развитие событий будет, именно поэтому, сейчас спикером, говорящей головой от имени Назарбаева, определен Абаев, не Такаев, который не способен даже говорить, и так, что сказал Абаев, министр информации, обратите внимание, он сказал, что идея раздать деньги казахстанцам, но он имеет ввиду, те предложения, которые мы озвучили, по 50 тысяч тенге, каждому гражданину, включая младенцев, и эта мера позволила бы получить каждой семье минимум по 200-300 тысяч тенге и какие-то свои проблемы развязать, коммунальные платежи, купить продовольствие, какие-то медицинские препараты, маски и так далее, оказывается, такого рода меры, это популизм, Абаев сказал, что единобразовая выплата, это популизм, что эффект от нее краткосрочен, это не системная мера, и оказывается, задача стоит перед ними, это дать толчок деловой активности всего бизнеса, укрепить бизнес, создать рабочие места, ну, во-первых, я хочу сказать, что президент самой могущей страны мира, Соединенных Штатов Америки, президент Трамп, принял решение каждой семье выплатить по 2500 долларов плюс 500 на каждого ребенка, в Италии по 500 евро на каждого человека, в Англии, ну, я могу примеры просто привести, они вплоть до того, что дошли до того, что 80% заработной платы работодателям оплачивает правительство в течение трех месяцев, 80%, вот такая помощь идет бизнесу, людям, даже если люди не работают, потеряли работу или какие-то проблемы, чтобы не было нагрузки на предприятия, они 80% заработной платы оплачивают из бюджета страны, вот представьте себе, и вот, Аббаев говорит, что президент Трамп, президент самой крутой страны мира, или, например, министр Джонсон, или в Гонконге, где раздали по 1200 долларов на человека, что это люди и вообще страны, они принимают популистские меры, несистемные меры, представьте себе, что эти страны обладают мощнейшей экономикой, она диверсифицированная, они являются лидерами всего, и тут такой вот мыслитель, гений, ну это вы понимаете, кто, да, это же голова Аббаев, это просто мумия, а там за ниточки дергает стоит Назарбаев, и он как бы говорит через него, что все эти ребята, они слабаки, все это их экономика туфта, вот я учил, приезжал в Америку Трампа, обучал ему, вот говорил ему налоговую реформу сделал, Трамп учись у меня, вот что звучит из уст министра Абаева, то есть насколько нужно быть неадекватным, то есть при цене нефти 100 долларов за баррель Назарбаев не смог построить диверсифицированную экономику, у нас минимум 30 процентов населения безработные, они просто прикрытые статистикой, так называемые самозанятые, их несколько миллионов человек, хотя они говорят, что два, там около двух, мы знаем, что больше трех миллионов человек, если все сложить, количество реальных безработных в нашей стране будет минимум 30 процентов, и всего этого Назарбаев достиг, когда цены на нефть были 100, 140, 120 долларов за баррель, а сейчас они приближаются к 20 долларам за баррель, и оказывается, теперь будет создана диверсифицированная экономика, будет дан толчок развитию новых рабочих мест, развитию бизнеса, спрашивается, а где ты был, Назарбаев, все эти 30 лет, когда денежный поток сыпался на страну при высоких ценах на нефть, вы понимаете, насколько неадекватные рулевые в нашей стране, и когда они говорят идеальный шторм в 12 баллах, кто может такой дикий шторм управлять кораблем под названием Казахстан, правильно, очень адекватные рулевые, которые точно выведут нашу страну из этого шторма, но когда наши рулевые заявляют неадекватные слова, вы понимаете, что они никуда нас не приведут, кроме как в пропасть, в бездну, я понимаю, что наши люди очень сильно обеспокоены, но чтобы вы понимали еще более обстоятельства, которые так сложились, чтобы вы понимали, что действительно мы сейчас на пороге огромной катастрофы, потому что рулевые нашей страны неадекватные люди, вы просто вдумайтесь, я сегодня озвучивал, выяснил, что цена на бензин в Америке 95 марки в полтора раза дешевле, чем в Казахстане, вдумайтесь, средняя заработная плата в Америке около 4 тысяч долларов в месяц на человека, а в Казахстане в 10 раз меньше, и вот представьте себе, что у американцев зарплата в 10 раз больше, а бензин в полтора раза дешевле, вы представляете себе, и при этом цена на бензин в Америке методично падает, цена на нефть падает, бензин падает, и сейчас бензин дешевле воды, можете себе представить, почти 4 литра бензина стоит 1 доллар, за эти деньги невозможно даже воду купить, понимаете, то есть бензин стал дешевле воды в Америке, а у нас цена на бензин дороже, чем в Америке, который обладает средним доходом в 10 раз больше, чем наш человек, это о чем говорит, это говорит о том, что у нас сложились неправильные цены, нерыночные, и они сложились, почему, потому что цены на нефтепродукты контролирует Насултан Назарбаев через своего зятя Тимура Кулебаева, все нефтепродукты по нашей стране, они находятся под контролем семьи Назарбаева, и они каждый год зарабатывают миллиарды долларов, я сегодня в своей публикации говорил, что только с одного контракта с Газпромом по поставке газа Тимур Кулебаев зарабатывает в кавычках полтора миллиарда долларов, там очень нехилая простая схема, они принуждают нефтедобывающие компании, продавать им газ по сниженным ценам, затем этот газ уезжает по газотранспортной системе России на экспорт, и с этого контракта Тимур Кулебаев пилит полтора миллиарда долларов в год, с одного контракта, уважаемые друзья, и вы представьте себе, что когда эта семья контролирует весь рынок нефтепродуктов нашей страны, вы представляете масштабы того, сколько они в кавычках зарабатывают, мимо бюджета страны, в их карманы залетают миллиарды долларов, не десятки, не сотни, миллиарды долларов, и вот представьте себе, каждый год только по рынку нефтепродуктов, эта семья зарабатывает миллиарды долларов, а сейчас с помпой создали фонд Брегемс, собрали 40 миллионов долларов в своем халык банке, их банк, скинулись, как бы, да, и говорят, мы вам сейчас масочки раздадим, или продуктовые наборы, на весь город, крупный, миллионный город, там, 700 продуктовых наборов разнесли, дай людям деньги, и все, люди сами себе выберут, что им покупать, что им необходимо, а там чиновники принимают, собирают решения, создают какой-то попечительский фонд, куча народа сидит, обсуждает, кому чего дать, потом куча людей берет, это развозит, это еще расходы, и получается, что та помощь, которая должна дойти до людей, как минимум, из них в три раза денег меньше дойдет, через маски и все прочее, никому не нужны продовольственные наборы, то есть, вы понимаете, что нашей страной рулят, неадекватные люди, неэффективные, ставят спикера, министра Абаева, который говорит такие удивительные слова, что это не системные меры раздать деньги, оказывается, президент Трамп слабак, он вообще ничего не понимает, а вот Назарбаев, он крутой, у него системные меры, он сейчас рабочие места создаст при цене нефти 20 долларов за баррель, вы видите, что происходит. Уважаемые друзья, я все эти примеры привожу, только для того, чтобы вы понимали, что у нас опасная ситуация, совсем недавно наш бизнес, малый, средний, крупный, разный бизнес, они нашли себе нишу и как-то зарабатывали, сегодня их деньги превратились в пыль, их недвижимость обесценивается, страны запада закрываются, даже если сейчас наступит какая-то ситуация нехорошая в нашей стране, им некуда бежать, потому что страны Европы, Америки закрыты, карантин и вообще уже будет сложно уезжать. Вот наступила такая очень опасная ситуация и не случайно ко мне обращаются люди и говорят а что же делать? Мы вас слушаем, что же делать? Мне сегодня один мой подписчик написал, что мы вас давно слушаем, мы знаем, что делать, но новые люди появляются, которые задают вопросы и говорят что же делать нам? Ну в частности некоторые, ну я считаю это нурботы глупые, говорят давай приезжай в Казахстан, ну во-первых нужно знать, что год назад меня заочно судили пожизненно, а два года назад 20 лет тоже заочно. Поэтому все эти вопросы конечно выглядят очень глупо, я отвечаю на эти вопросы только потому, что действительно появились новые люди, которые еще возможно не владеют ситуации. Так и так, что же делать? Во-первых, нужно понять куда мы идем, если мы говорим наш корабль Казахстан и мы там все находимся на этом корабле, мы все должны ясно представлять, а куда же мы идем? Назарбаев плохой, вся эта верхушка глупая, люди неадекватны, не знают, что делать. Я вижу, что кто-то говорит нам нужен Сталин, нам нужна сильная рука, это все мы проходили, сильная рука это один диктатор на другого диктатора, ничего хорошего это нам не сулит, ни Бэтмен не прилетит, не будет какой-то один гений, сейчас ситуацию может изменить только сам народ, когда народ возьмет под контроль свою власть. В мире это называется демократией, той самой, которой у нас нет в стране, у нас диктатура одного человека одной семьи, значит мы понимаем, что же все-таки мы хотим построить, мы хотим построить демократическую страну, когда власть действительно принадлежит народу. Я сначала, прежде чем говорить, какие действия мы должны предпринимать, коротко хочу объяснить, что мы хотим построить. Мы хотим построить политическую систему, такую же, как в Америке, как в ведущих странах Европы, демократическую страну, парламентскую страну, без должности президента, президент нам не нужен. Мы должны добиться такого политического развития, что именно народ на открытых честных выборах выбирает депутатов, не тех кукол, которые назначаются Назарбаевым, а именно других ваших представителей, которым вы доверяете, вы их знаете, они рядом с вами, они авторитетные, которые сейчас стоят на острие борьбы с этим режимом. Это очень активные люди, очень авторитетные, и их много в нашей стране. У нас много и умных людей, профессионалов, поэтому мы не должны подать пессимизм и говорить, а где эти люди, они рядом с вами, они есть, и вы их видите. Просто нужно сейчас быть более внимательным. Итак, мы строим демократическую страну, мы строим парламентскую республику, мы добиваемся, чтобы этих депутатов избирал народ, а завтра в парламенте эти люди будут избирать премьер-министра и министра. Если премьер-министр или министр не устраивают депутатов, которые связаны с народом, представляют интересы народа, то они в один день собираются и отправляют отставку все правительство. Сейчас это невозможно. Назарбаев отправить в отставку невозможно. Таким образом, ни президента, ни правительства, никого. Мы предлагаем построить совершенно новую политическую модель, которая работает во всех странах мира, ведущих странах мира, которые успешны и миллионы хотят жить, как в этих странах. Они пытаются уехать в эти страны, они хотят получить там образование, потому что там порядок, дисциплина, там люди минимум в 10-20 раз богаче наших граждан, там их права защищены. Вот, что мы хотим построить. Многие говорят, ну а как вы уберете Назарбаева, Такаева? В Конституции ведь написано, что Назарбаев он пожизненный глава Совета Безопасности, он там сенатор, ну все пожизненное, он таким образом защищен законами, что его невозможно не арестовать, не посадить, не отобрать активы его исчисляющие сотни миллиардов долларов. Уважаемые друзья, я по этому поводу много раз поступал, скажу следующее. Источником власти является сам народ. Это прописано в Конституции. Далее, по Конституции, по всем международным соглашениям, которые подписал Казахстан, есть базовый принцип. Базовый принцип заключается в том, что все граждане равны перед законом. Абсолютно все, президент ли, рядовой какой-то гражданин, все равны перед законом. И вот представьте себе, что при этом в Конституции прописаны какие-то фразы о том, что Назарбаев оказывается имеет иммунитет, член его семьи тоже, его собственность не трогается и так далее. Но это противоречит просто базовому принципу самого Конституции, когда все равны перед законом. Но он же не может быть равнее других. Тем более, это построено на такой принцип развития во всем во всех странах мира. И поэтому я вам скажу следующее. Наша Конституция существующая позволяет сказать нет Назарбаев, ты равен перед всеми, ты также отвечаешь за свои преступления, как любой гражданин Казахстана, поэтому медленно арестуем Назарбаева и других тех, кто приближен, кто вместе с ним участвовал в преступлениях против народа. Я сразу скажу, что приблизительный список не более 200 человек. Почему? Дело в том, что я знаю, что у многих накопились обиды какому-то участковому, какому-то полицейскому, какому-то Ахиму разного звена. Но если мы сейчас скажем, что мы тотально всех будем сажать в тюрьму, представьте себе, что эти люди, они просто рядом с Назарбаевом замкнутся, даже даже они сейчас недовольны им, они прибегут, рядом с ним встанут и бросят на поддержку этого ресурса свои деньги, свои возможности, своих родственников и так далее. И тогда их станет много. И тогда ваши слова о том, что мы сменим этот режим, они становятся призрачными. Более того, если мы даже и сменим режим, это будет непросто, это будут гигантские потери, это возможно даже столкновение кровопролития. Наша задача добиться построения сильного независимого государства с минимальными потерями. Мы должны двигаться вперед и масса примеров существует в разных странах мира, когда противоборствующие группировки как бы прощают, списывают грехи, обиды и начинают заново строить новую страну. И в этом смысле мы должны подвергнуть аресту Назарбаева и его самое близкое окружение. Это его членов семьи как Дарига Назарбаева, Тимур Кулебаев, Карима Масимова, который является его правой рукой, Такаева и Булат Назарбаев и так далее. То есть этот список не более 200 человек и мы должны на этом остановиться, чтобы дальше двигаться вперед и все те чиновники, которые участвовали вместе с Назарбаевым в каких-то полукриминальных схемах, мы их просто отодвинем. Пусть они мирно занимаются чем-то, но в новом правительстве, в новой системе государственного управления их просто не будет, потому что вы не будете за ним голосовать на выборах. зато мы с минимальными потерями двинемся вперед, потому что у нашей страны большие возможности, нам не нужно формировать хаос, столкновения, не нужно устраивать битву, мы должны двигаться вперед, потому что у нашей страны огромные возможности, мы больше от этого выиграем, нам не нужен ни хаос, ни столкновения, ничего. У этих людей вот тот самый список, который я говорю, 200 человек, гигантское состояние, это как минимум 300-400 миллиардов долларов, как минимум, и мы эти средства у них конфискуем, конфискуем собственность как внутри страны, так и за рубежом. Я уже ранее озвучивал, что я имею серьезную команду международных юристов, которые легко найдут все их активы за рубежом, мы их заблокируем и будем шаг за шагом добиваться, чтобы это имущество было передано бюджету Республики Казахстан и эти средства работали на страну. Такие возможности у нас есть. Итак, я еще раз хочу сказать, нам не нужна должность президента. Я претендую на должность премьер-министра. Везде я пишу кандидат на должность премьер-министра. Мы все должны понимать, мне задают вопрос, а почему именно ДВК придет к власти? Уважаемые друзья, сама власть подсказывает почему. Потому что именно демократические выборы Казахстана являются самым серьезным противником этого режима. И именно ДВК объявлена запрещенной экстремистской организацией, потому что Назарбаев и его окружение прекрасно понимают, что это реальная политическая сила, имеющая огромную поддержку среди нашего населения. Мы обладаем интеллектуальными ресурсами, мы обладаем политической и экономической платформой, мы знаем, что делать. И это пугает режим. И самое главное, это дает возможность нашим гражданам увидеть, что завтра не будет хаоса. Мы понимаем, что мы делаем, как мы будем развивать страну. И мы говорим, что ни в коем случае мы не позволим, чтобы в нашей стране был второй диктатор, третий. Именно поэтому мы говорим, нет должности президента, парламентской системы управления, один парламент, не нужен нам никакой сенат, мы все сделаем однопалатный парламент, и там будут депутаты, которые будут представлять народ из каждых уголков нашей страны. Мы именно представители демократической выборы Казахстана создадим временное правительство сроком на шесть месяцев. В течение шести месяцев пройдут парламентские выборы, когда любой человек, который имеет амбиции, имеет свою программу, может создать партию, даже если в этой партии будут три человека в министерстве юстиции обязаны зарегистрировать такую организацию. нужно собирать 50 или 40 тысяч. Вообще три человека создали партию. И завтра эта партия может идти на выборы, выйти со своей платформы и собирать голоса избирателей, получать поддержку своих программ. И мы тоже сейчас мы движение демократические выборы Казахстана, когда произойдет смена режима, мы зарегистрируем партию демократические выборы Казахстана и объявим свою программу. Программу вы слышали, это мы озвучим еще раз, списание кредитов потребительских и потечных займов на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Мы добьемся, чтобы было образование высшее и среднеспециальное бесплатное государственное. Мы добьемся и мы будем реализовывать в своих программах, чтобы медицинские услуги государство оказывало бесплатно. Частные могут существовать. Кто хочет, пожалуйста, платите и переходите. Программы у нас в ДВК написаны, можно их прочитать, ознакомиться и они достаточно короткие и понятные для любого человека. Одним словом, мы хотим прийти к власти в результате участия в выборах через 6 месяцев мы как все партии будем участвовать в выборах. Если нас народ поддержит, а я уверен, что нас народ поддержит, мы победим на выборах и получим карт-бланш сроком на 4 года. И программы ДВК не на 2030, не на 2050, они расписаны на 4 года. И у вас будет возможность постоянно нас контролировать, чтобы вы убедились, мы выполняем свои обещания или нет. Далее мы говорим о том, что народ является источником власти, именно народ влияет на власть на всех уровнях. Значит, акимы областей, городов, районов, населенных пунктов тоже будут избираться народом. Поэтому новый парламент, который придет в власти, примет целый пакет законов, который перестроит систему управления таким образом, чтобы именно народ управлял властью, а не наоборот, когда узкая политическая верхушка контролирует всю власть, всю экономику, богатство к ним, а народ бедный или нищий. И когда правоохранительные органы позволяют себе произвол, потому что они подчиняются только одному человеку, так не будет. Мы построим совершенно другую страну. Итак, Временное правительство, срок 6 месяцев, в течение 6 месяцев выборы в парламент, мы арестуем эту политическую верхушку, будем конфисковывать их бизнес, эти доходы вольются в бюджет страны. Я хочу сказать следующее, я не сильно ориентируюсь даже на эти доходы, когда кто-то говорит, что вы хотите как бы забрать и за счет них развиваться, нет, в нашей стране доходов будет достаточно, даже если цены на нефть упадут вниз, наша страна богатая, вы все прекрасно это знаете, просто мы прикроем, перекроем каналы воровства, миллиарды долларов идут мимо таможни, контрабанда грузов, этим занимается Булат Назарбаев со стороны Китая, наши рынки заполнены китайским товаром, это контрабандные грузы, через Булат Назарбаева, там миллиарды долларов, все будет перекрыто, все будет поступать доход бюджета страны и такое воровство идет во всех секторах экономики на всех уровнях власти и мы это прекратим поэтому я еще раз хочу сказать денег в стране много какой бы кризис не был мы сумеем эти денежные потоки развернуть в экономику страны сумеем решить любые проблемы абсолютно любые не нужно искать сильную руку надо искать сильных профессионалов надо иметь режим контроля надо иметь возможность чтобы во власти были честные люди ваши представители а это возможно только тогда когда открыты честные выборы когда средства масс информации не контролирует власть она свободная когда любого из вас кто находится во власти журналисты будут пасти охотиться снимать в ваших спальнях отслеживать где вы отдыхаете народ будет видеть этот честный представитель народа или нет поэтому мы когда построим такую политическую систему тогда действительно каждый из вас будет услышан каждый из вас будет влиять на власть а не сейчас как это произошло вы слышали программу Токаева что якобы полтора миллиона человек будут получать 42 тысячи 500 тенге если они докажут что пострадали от последствий этого кризиса но разве вы участвовали в принятии такого решения вы же прекрасно знаете что вы не получите эти деньги нет механизма получения даже когда программа была адресной социальной помощи вы же видели кто-то получил их через суд заставили возвращать все это обратно все программы которые сейчас якобы генерирует правительство Назарбаева они антинародные когда нынешнее руководство заявляет что они выделяют 10 миллиардов долларов вы знаете что это фикция я вчера подробно разложил и объяснил что эти 10 миллиардов не попадут никаким образом в руки наши граждан они потеряются нет механизмов и вообще все это вранье как было много раз видите они не хотят целенаправленно выдать людям деньги хотя это делают ведущие страны мира а это все связано только с тем что политическая система находится в руках одного человека султана Назарбаева и остальные куклы просто исполняют исполняют его волю при парламентской системе управления этого не будет я это все подробно ранее объяснял но я сейчас все это говорю для того чтобы новые люди которые сейчас думают а что же делать как нам выйти из этой ситуации не могут найти ответ на свой вопрос я отвечаю на эти вопросы будущее у нас будет хорошее мы будем развиваться как все цивилизованные страны для этого нам нужно сменить эту политическую верхушку построить то что построено в других странах мира когда Назарбаев говорит откуда я возьму 18 миллионов американцев якобы они 200 лет шли демократ это все ерунда они ездят на импортных машинах летает на их самолетах пользуются интернетом пользуются телефоном всеми благами этого западного мира и при этом говорят что а вот система управления вот народ не может откуда взять 18 миллионов американцев то есть мебелью пожалуйста одеждой пожалуйста машинами пожалуйста самолетами пожалуйста долларами пожалуйста их домами пожалуйста а вот система управления которые поставят их под контроль народа нет оказывается здесь оказывается нужно 18 миллионов народа американцев каких-то найти вы понимаете ложь на поверхности эти люди каждый день лгут каждый день говорят что завтра будет лучше вы помните Назарбаев говорил в 2020 году все будет шикарно а так получается что в 2020 году становится еще хуже сколько можно терпеть эту верхушку теперь вы наверное задаете вопрос а что же нам делать и вообще когда все это произойдет когда все-таки будут изменения дело в том что нынешнее руководство всеми своими действиями или отсутствием действия приводит страну к критической ситуации это произойдет на ваших глазах сейчас цены на товары поднялись на 20 на 30 и более процентов и будут еще расти потому что девальвации тенге не остановить даже они временно будут вливать делать интервенцию это неизбежно цена тенге будет падать вниз а это значит весь импортный товар а у нас он почти весь импортный будет дорожать сегодня кто-то из вас успел купить продовольствие запастись на месяц но основная часть населения не имеет таких возможностей у них сейчас возникает вопрос а как нам жить дальше как нам спасаться и сейчас по стране будут происходить разные локальные вспышки конфликты вы можете увидеть в интернете когда разъяренные люди врываются в крупные торговые центры сносят все и уносят продовольствие разные товары и так далее у нас сейчас тоже такая угроза есть я обращаюсь к бизнесу вчера вы думали что вы нашли свою нишу и вы можете сосуществовать с этим режимом сейчас я думаю вы понимаете что этот режим вам не поможет не помогает он будет помогать только своим узкой верхушке вы будете стоять в стороне все так называемые отсрочки налогов они вам ничего не дадут потому что эти суммы не пропадают отложили вам на три месяца на четвертый пятый месяц вам надо будет заплатить откуда откуда когда спрос падает торговля останавливается вас в бизнес стоит вы должны платить людям заработную плату у вас нет ресурсов наше правительство никак в Англии не покрывает 80% заработной платы тех сотрудников которые вас обязывает эта верхушка политически оплачивать у вас наступает кризис и вы прекрасно понимаете что во главе страны находится неадекватная группа людей которые ведут страну катастрофии в ближайшее время я говорю это с сожалением мы увидим как будет нарастать социальные конфликты и множество людей будут выражать свои возмущения штурмовать акиматы кто-то будет штурмовать магазины разные проблемы будут в ближайший месяц два и конечно же мы все должны понимать что должна быть политическая сила которая придет и эти проблемы решит такая политическая сила есть я сейчас стою на острие этой организации называемой демократический выбор Казахстана я просто для тех людей которые не в полной мере наверное представляют еще раз озвучу я был министром энергетики индустрии торговли министерство экономики находилось в моем подчинении то есть все что производила генерировала думала находилось в моем подчинении и я разбираюсь во всех отраслях страны и не только страны я прекрасно понимаю мировую экономику разбираюсь в энергетике промышленности сельском хозяйстве во всех секторах экономики финансах и так далее поэтому когда я вчера критически говорил о выступлении Такаева все его предложения они были безнадежными которые не учитывали пруденциальные нормативы для банков что банки не могли продлевать откладывать проценты не принимать платежи потому что это приводило фактически к их убыткам и соответственно разорению банков это его решение или обращение к арендаторам или тем кто владеет коммерческими зданиями чтобы они не взимали это тоже неграмотное решение здесь весь бизнес в нашей стране прекрасно понимает что я лично очень квалифицированный человек в состоянии создавать мощные команды которые вытягивают из кризиса любую отрасль я руководил энергетикой энергосистемой страны и сумел буквально за год вырвать энергетику из хаоса и создал лучшую модель развития на тот момент которая вообще была на постсоветском пространстве и так же было когда я пришел министром экономики я вышел с идеями развития импортозамещения построения своей национальной экономики собственного производства это была революционная программа которой сейчас сегодня Абаев заявил об импортозамещении больше чем 20 лет и таких программ было много сгенерировано и вы знаете за спиной у меня одни успехи поэтому уважаемые друзья не сомневайтесь я сумею создать собрать мощную команду управленцев грамотных а вы в свою очередь сумеете выбрать избрать депутатов которые представляют ваши интересы вы сумеете избрать акимов районов городов и областей и контролирует власть на местах я уверен что мы справимся вместе вместе я не претендую на единоличную власть потому что именно парламент будет решать кто будет премьером кто будет министром именно парламент в один день может отстранить кого угодно то есть мы делаем такую политическую систему когда власть действительно принадлежит только народу а нынешняя система она деградировала она не реагирует на вызовы нынешняя система позволяет этой политической верхушке нагло обогащаться нагло тащить миллиарды нагло покупать дворцы за рубежом при этом эти люди не создавали свой частный капитал они просто захватывали чужой бизнес пользуясь неограниченной политической властью и сейчас вы все понимаете пришло время перемен что же все-таки нам делать ближайшие буквально месяц-два мы понимаем что конфликты будут нарастать здесь важно чтобы вы были грамотными чтобы вы понимали что делать завтра для этого я призываю вас чтобы вы подписывались вы сейчас находитесь у себя в домах в карантине в итоге нынешняя власть будет вынуждена объявить тотальный карантин по всей стране иначе это болезнь захватить всю страну если последствия Италии ну скажем так очень тяжелые потому что они затянули от принятия быстрых решений то у нас ситуация будет еще хуже поэтому этому режиму нет вариантов карантин будет объявлен по всей стране и в этой ситуации я даю вам выход говорю подписывайтесь на каналы 16-12 информационный канал 16-12 ютюбе на канал Мухтара Блязов на наш чат в телеграм-активист ДВК где мы регулярно освещаем наше видение развитие куда двигаться и далее многие из вас думают а когда а как же вот объявили карантин в условии карантина нельзя ничего делать нельзя выходить на улицу уважаемые друзья этот режим совсем недавно говорил что на митинги нельзя выходить но разве это нас остановило мы проводили митинги мы проводили пикеты да людей штрафовали задерживали даже сажали в тюрьму но это нас не останавливало в итоге десятки сотни людей выходят на открытые пикеты власть скрипит зубами терпит мы выходим на митинги власть блокирует терпит и когда завтра ваша семья будет голодать когда многие из вас будут болеть коронавирусом когда вы не получите помощь со стороны государства когда ваши холодильники будут пустые а это очень скоро наступит вас не остановит ничто никакие решения указы этого нелегитимного правительства коррупционного и мафиозного султана Назарбаева потому что будет стоять вопрос жизни смерти вас ваших детей вашей семьи и тогда наш народ ничто не остановит и мы здесь должны не допустить хаос мы должны взять власть мягко мирно а это возможно только тогда когда на улицу выходят десятки тысяч не сотни или не просто тысячи когда кто-то говорит что этот механизм не дает успеха они заблуждаются потому что когда выходят сотни тысяч полиция автоматически переходит на сторону народа потому что полиция это такие же граждане нашей страны и они ждут когда вы выйдете на улице чтобы присоединиться так было в Армении так было в Грузии так было в Украине так было во многих странах мира ими только тогда когда на улицу выходят десятки тысяч именно тогда эти силовики встраиваются народ идут вместе с народом и тогда этот режим некому будет защищать времени осталось на это немного буквально обозримые несколько месяцев я считаю это все произойдет в этом году и поэтому мы должны быть готовы и для себя никаких тормозов не выписывать а вот эта власть запрещает нам а вот такая сказал кто он такой мебель вот Назарбаев сказал а кто он такой это коррупционер который присвоил богатство страны захватил власть и думает что вся страна принадлежит ему города и улицы называл своим именем это преступники это мы все должны осознавать революция должна произойти в революции в нашем сознании и она произойдет завтра на улицах нашей страны и мы должны тогда для себя решить ничего не рушить ничего не громить мы должны просто объединяться мы уже доказали все наши митинги мирные нам не нужно никакого оружия сейчас ко мне многие обращаются говорят дайте нам в руки оружие нет мы мирные политические организации мы добьемся смены режима мирным путем как это было в Армении в Грузии в Украине и в других странах мира мы точно этого добьемся поэтому никакого оружия мы должны проводить агитацию подключайтесь смотрите 1612 информационный канал канал Мухтара Блязов мой фейсбук инстаграм подписывайтесь чем больше будет подписчиков на наших каналах власть будет знать это политическая сила которую поддерживает народ и каждое мое заявление каждое мое обращение эта власть будет воспринимать серьезно будет пятиться отступать и шаг за шагом мы добьемся смены этого политического строя и это наступит очень скоро потому что эта власть неадекватная она не соответствует требованиям времени именно представители этой власти заявляют что якобы Соединенные Штаты Америки Англия ведущие страны мира якобы они принимают несистемные популистские меры это неадекватные люди неадекватные люди должны пропасть в историю мы должны прийти к власти построить сильную страну и мы ее построим мы знаем что делать вы не переживайте читайте смотрите подписывайтесь анализируйте анализируйте каждое мое выступление и знайте что мы справимся с любыми проблемами мы придем к власти у нашей страны огромные возможности у нас умный народ многие находятся работают в правительстве в акиматах второй эшелон третий эшелон уважаемые друзья держитесь вы должны сохраниться ваши квалификации ваш опыт пригодится новой демократической стране я хочу сказать несколько слов в бизнес обратиться вы сейчас находитесь под гнетом откатов взяток запугивания в ваших предприятиях сидят силовики как бы крышу крышуют вы не можете развить свой талант ваш талант раскроется при новом правительстве при новой демократической системе но для этого мы должны приложить свои усилия компромиссов с этим режимом уже не может быть ваш компромисс был уже использован сейчас мы стоим на краю когда вызовы которые стоят перед нашей страной перед миром можно преодолеть действительно только объединившись лучшим силам и они есть в нашей стране я верю я верю в нашу страну я верю в нас я не верю этой политической верхушке и они должны быть отстранены они должны быть наказаны их не так много и мы с этим справимся справимся уважаемые друзья до встречи Алга Казахстан я верю в нашу страну Продолжение следует...